hi guys привет всем что мы сейчас сделаем а мы сейчас сделаем просто тестовую лугу и по шашке на перехлораде аммония алюминия и полимерная смола что мы для начала делаем берем вот такой вот кусочек фокуса картонного и наносим вот сюда клей берем картонку вот так приклеиваем и ставим молнице крышнее обрежем а это как бы не выставочный вариант сюда еще чуть доливаем клея смотрим чтобы он весь разошелся внутри чтобы не было щелей и клей нам больше не нужно дальше мы делаем что мы берем берем смолу здесь немного неважно сколько здесь грамм это как бы это для заглушки отвердитель и перемешиваем смолу нужно тщательно перемешивать иначе она потом может не застыть так как нормально нормально мы сюда побыстрее вот процесс пошел вот так перемешали и просто заливаем сюда смолу смолу тоже оттуда сперчки что-то выбираем чтобы потерь был меньше ну так все у нас получил загаде когда заглушка мы что делаем и смолу так прокатываем внутри весь тубус а внутри вся пропиталась смолой полимерный сейчас мы поставим сушиться кочегарку и будем делать состав пилхрат аммония и алюминий и полимерная смола поехали а вот я опять пока тут у вас на просушке мы соберем состав берем весы стаканчик берем тефлорат аммония а а а а а а а а а 10 алюминий и дальше аксиджелеза но аксиджелеза мы добавлять не будем так 40 140 плюс 70 вообще-вощей сложности мы взяли 210 грамм перфората перфората моно сразу закрываем убираем в сторону теперь что сюда нужно добавить сюда нужно добавить алюминий сюда пойдет 30 грамм 30 грамм в ровно угадал это рабочий состав топлива на перфорате аммония сюда мы еще добавим полимерную смолу как отвердитель полимерная смола довольно-таки очень горючая секунду перфорат нужно закрыть перфоратом кстати если кто работает нельзя чтобы попадала грязь иначе угорение пойдет неправильно и умножить немножко детонировать а это поверьте никому не понравится вообще плотненько здесь пакет закрываем все вот у нас готовая смесь аккуратно так перемешиваемся пока нет рядом огня искр ничего такого с перфората мамония вообще стопом ничего не в ничего не произойдет то рядом нельзя чтобы было какие-то электроприборы нагревательные еще что-нибудь там тем более курить вообще нельзя сейчас мы это сделаем просто берем банку емкость побольше пересыплю сюда это все закроем крышкой и вот таким вот способом это все перемешать тщательно раз банка прозрачная видно как она перемешивается отлично перемешался состав это готова внутри нам нужно будет сометировать газоотводный канал берем просто вот круглая палочка я делаю что я обычно автомобильный воск используем так чтобы не было адгезии состава топлива клея полимерки и дерево простым вот этим вот воском автомобильным натираю и замечательно получается все пусть это уже готова пусть прожить чуть подсохнет все воск убираем сейчас ждем когда высохнет клей в тубысе я вернулся значит у нас готов отец вот нас заглушка на тубысе мы замеряем что вот заглушка нам нужно оставить будет пиратрасик то вещь у нас шток войдет где-то вот так максимально будут изучается вот ну я попросу после где стряпочка еще сотру еще раз замеряем все замечательно и переходим к составу перешибаем вот сюда сюда теперь нужно добавить клей исходя из того что у нас есть скажем так три порции добавляем 90 грамм смолы а на это это г это вот все заливаем сюда палочка-мешалочка и все это размешиваю перемешиваем получается такой вы нигде нет чтобы нигде не было сухого замечательный состав получается и кстати с полимерной смолой нужно работать в проветривом помещении потому что вы испарение очень сильные они довольно таки вредные все вот мы перемешали теперь сюда добавляем отвердитель я на глаз это делаю отвердителя много нельзя потому что у нас все это реакция и состав начинает греться сильно и теперь вот это все нужно перемешать воспользоваться на ложкой нержавейка при работе со всеми этими вещами нужно использовать например ложку нержавейка чтобы не было искр это нержавейка алюминий антипригарные вещи хорошо хорошо перемешиваем время занимает но это то стоит полностью все 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 тщательно перемешать нужно с отвердителем алюминий антипригарные вещи и и и получается вот состав вот так вот такой консистенции алюминий антипригарные и 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 Констинцент, я не знаю, в нем напоминает такой вот, очень размятый пластилин. Ну, холодильник включился. Все перемешали, будем теперь закладывать в шнобус. И еще, не смотрите на меня, желательно все это делать в перчатках. Я уже как бы видел, как состав горит, поверьте, эти труды того стоит посмотреть на эту красоту и на эту мощь. Вот, все, все собрали. Это потом можно будет растворителем помыть. Растворитель, любой практически, оно очень хорошо отмывается. Вот так вот прессовываем. Я даже много чего-то сделал, сейчас лишний состав будет. А ничего, мы его потом сожмем. Ну и ставим сюда шток. Вот так сделаем. Все, вот он прессовался ровненько. На центру что вставляем. Выравниваем его полностью весь. Все. Теперь нам нужно только дождаться пока состав застынет. Вот, застынет, он прессовался практически в камень. Такой, какой он должен быть. Все это ровно, ровно. Теперь это нужно кочегарку, тепло. Как мы будем поджигать его? Вот таким инициатором. Как он устроен? Здесь нехром соединен с проводами. И сверху на нем плавленый состав, нитрат калия и сахар. То есть мы когда 12 вольт подадим, нехром нагреется, воспламенирует этот состав. А этот состав уже воспламенирует остальную шашку. Ну вот, все. Наша шашка заглядела. Сейчас мы его ставим и запарим. Монтаж. Так, ну все, все подключено, все собрано. Поехали, let's go. Здесь довольно transformation. это очень мощно это очень мощно и очень красиво получилось это очень мощно